Все о Reaper 5 с Кенни Джоя Урок 11. Папки Теперь рассмотрим папки в Reaper Папки можно использовать для создания подмиксов, в качестве шины Это своего рода контейнер с треками Я покажу вам Вот у нас проект Кик Создадим для всех данных треков папку Создаем вот тут новый трек Порядок треков здесь имеет значение Мы не можем оставить этот трек внизу Нужно перенести его на самый верх Затем мы нажимаем на кнопку в правом нижнем углу Вот здесь Сейчас она имеет вид папки Но когда мы наводим на нее курсор, она превращается в плюсик Нажимаем ее И все треки проекта смещаются чуть вправо Вот здесь это видно Это значит, что все данные треки включены в данную папку Для лучшей организации проекта трек-папка может управлять дочерними треками Вот эти треки называются дочерними То есть если мы нажмем мьют Все треки в папке окажутся замютированными Соло то же самое Также можно управлять их громкостью Запустим воспроизведение Все треки маршрутизированы через трек-папку И с помощью этого фейдера можно регулировать их громкость То есть все дочерние треки посылаются на трек-папку Папки также хороши для подключения эффектов сразу к нескольким трекам Например, я хочу все эти треки обработать эквалайзером Например, нужно подключить к ним какой-то фильтр Нам не обязательно к каждому треку подключать этот эффект Мы можем подключить эквалайзер к треку папки Делаем правый клик Выбираем EQ Выбираем фильтр Low Pass Настроим ширину полосы И вот данный фильтр подключен ко всем трекам трека папки То есть одним эффектом мы можем обработать одновременно сразу все треки Но здорово использовать их для лучшей организации наших проектов Давайте это удалим И создадим еще одну отдельную папку для гитар Создаем вот тут новый трек Поднимаем сюда Кликаем сюда И вот появилась папка для вот этих гитар Но теперь эта папка включает в себя все вот это То есть эта папка управляет всеми треками А эта папка управляет только гитарами Засолируем ее Слышим только гитары Но если мы хотим разъединить папки Чтобы в этой папке были только барабаны То нужно опуститься сюда К треку, расположенному непосредственно над второй папкой Нажмем ту же самую кнопку Теперь этот трек превратился в папку Нажимаем эту кнопку еще раз И теперь этот трек стал папкой для вот этих двух треков А этот трек является папкой для этих трех треков Но они не зависят друг от друга То есть если мы вот эту папку замутируем То замутируются только барабаны А если замутируем здесь То замутируются только гитары Но мы можем размещать папки внутри папок Давайте создадим новую папку Вот тут Потом перенесем ее наверх Опять нажмем эту кнопку Теперь все, что под этим треком, вот это все Включено в эту папку То есть у нас папки внутри папки И отсюда мы можем управлять всеми треками Отсюда мы управляем барабанами А отсюда гитарами То есть папки можно располагать внутри других папок Давайте создадим еще два трека Вот тут внизу Сейчас они находятся вот в этой папке Но мы можем исключить их из этой папки Нажав вот сюда И мы сделаем данный трек последним в папке Делаем клик И эти два последних трека выбрасываются из папки Теперь они не являются частью вот этой папки Это отличный способ создания подмиксов в проектах Для управления барабанами мы пользуемся вот этим фейдером Если нужно подправить гитары, то делаем это с помощью этого фейдера А если нужно отрегулировать и то и другое, то перемещаем вот этот фейдер Еще папки можно использовать для регулировки высоты треков Для того, чтобы это увидеть, давайте откроем более сложный проект Вот у нас более сложный проект Вот в этой папке у нас барабанные треки В этой папке бас-гитарные треки Здесь гитарные Вокальные И возвраты эффектов И все эти папки мы можем использовать для создания подмиксов Можем сразу регулировать все барабанные треки Или одновременно все бас-гитарные треки Или гитары Но с помощью папок мы можем также регулировать высоту треков Для более наглядной организации проекта Обратите внимание на верхний правый угол трека папки Видите этот маленький треугольник? Вот он Делаем по нему клик И все дочерние треки сворачиваются Видите, мы по-прежнему видим их названия Можем перемещать фейдеры и другие регуляторы Мьют, соло, эффекты Но они стали намного тоньше То есть, если, например, в данный момент мы не работаем с барабанами То можно их уменьшить Вот тут То же самое с бас-гитарами Вот мы их свернули Гитары Вокальные треки И возвраты эффектов Теперь на одном экране мы видим больше разных треков А если мы нажмем этот треугольник еще раз То эти треки почти полностью скроются Вы видите их Но редактировать на них что-то уже не получится Но все это сделано для лучшей организации проекта Скроем басовые треки Гитарные Вокальные И возвраты эффектов И сейчас мы можем регулировать сразу все наши подмиксы Мы можем изменить уровень бас-гитар Громкость гитар Замютировать возвраты эффектов Включить соло на вокальных треках Когда все видно на одном экране, регулировать подмиксы становится проще А если нужно что-то отредактировать, то на треки папки нажмите этот маленький треугольник Треки станут полноразмерными Нажимаем еще раз Они сворачиваются Нажимаем еще раз И они скрываются Таким образом у нас три положения регулировки высоты треков внутри папок Теперь посмотрим, что происходит в микшере Откроем его Папки и треки показаны здесь Обратите внимание, что порядок их тот же Папка Дочерние треки Папка Дочерние треки И так далее Но при желании это можно изменить Делаем правый клик здесь И вот какие опции у нас есть Вот эта опция, не показывать папки, скрывает папки из микшера Теперь в микшере папок нет Только на панели управления треками Давайте снова покажем их И вот мы их видим А можно скрыть дочерние треки То есть из микшера дочерние треки пропадут Вот теперь мы видим только папки Вернем их А вот еще одна опция Сгруппировать папки слева Выберем ее И теперь все папки проекта размещены в микшере слева Это опять-таки удобно для управления под миксами Можем регулировать барабаны Бас-гитары Гитары Вокал И возвраты эффектов сразу в одном месте А все дочерние треки здесь А на панели треков все осталось, как и было Папки, как и раньше, находятся над дочерними треками Стоит также упомянуть и об одном недостатке папок Развернем барабаны Свернем Есть один недостаток в регулировке громкости вот тут Дело в том, что если мы в этих барабанных треках используем посылы эффектов То громкость этих посылов меняться не будет Несмотря на то, что вот здесь мы ее меняем Для этих треков никаких изменений не происходит Так что если мы пошлем барабаны на реверб А тут будем менять уровень сигнала То уровень сигнала, посылаемого на реверб, останется неизменным А нам это не нужно Есть два способа решения этой проблемы Первый состоит в том, что трек с подключенным эффектом нужно поместить в ту же самую папку Берем трек с подключенным эффектом Поднимаем его И помещаем в папку Вот так Теперь реверб для обработки барабанов находится в одной с ними папке И теперь перемещая этот фейдер Мы не меняем уровень посылов Зато мы меняем уровень трека возврата эффектов И он будет соответствовать установленной громкости Проблема только в том, что данный трек возврата эффекта Теперь можно использовать только для барабанов Если на этот трек мы также пошлем вокал или гитары То настройка громкости вот здесь нарушит баланс Нам это не нужно В таких случаях Давайте уберем этот трек Я бы посоветовал оставить фейдер папки в нулевом положении и не трогать его Здесь пользуйтесь только мьютом или режимом соло Можно подключать эффекты Но если нужно изменить уровень барабанов То выделите их все И работайте с ними как со временной группой или как с пользовательской группой Я об этом расскажу позднее И меняйте их уровень вот здесь Все фейдеры при этом будут двигаться синхронно Но мы делаем это здесь, а не здесь Потому что когда мы меняем уровень здесь А посыл из треков постфейдерные То их уровень тоже будет меняться И уровень возврата эффекта будет соответствовать уровням барабанных треков Которые мы регулируем вот здесь Нужно еще кое-что сказать Вернемся в наш первый проект Если вы используете трек-папку То на этот трек можно поместить аудио, миди или даже видеоконтент Вот так Теперь бочка у нас и на дочернем треке, и на треке папки Но я не советую так делать Потому что теперь вот этот фейдер будет регулировать и бочку, и все барабаны одновременно Это может сбить вас с толку Для лучшей организации проекта я не советую размещать медиафайлы на треках-папках Используйте их только для объединения треков Ну вот что такое папки в Reaper Поехали дальше Поехали дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!